Добрый день, уважаемые слушатели! Я рад вас приветствовать на семинаре использования различных типов ограничений в Microsoft Project 2013. Кратко расскажу о себе. Меня зовут Рулев Сергей Викторович, я имею два высших образования. Первое образование я получил, закончил в Московске физико-технический институт, где я обучался программированию физики. Начинал программировать еще на таких допотопных машинах, которые занимали половину стола и могли запоминать 140 чисел, либо 959 шагов программы. Программирование осуществлялось в кодах. По окончании института я начал работать физиком-теоретиком, была такая эпоха звездных войн, и СССР планировал запустить спутник и из космоса мегалаттным лазером сбивать американские спутники-шпионы. Вот я как молодой специалист принимал участие в расчете резонатора для этого лазера. Но потом началась перестройка. Многие мои сокурсники перешли в бизнес. Я тоже долго думал переходить, не переходить, но когда надумал, мне сказали, слушай, пока ты тут думал, все места расхватали. Закупщик есть, рекламщик есть, продажник есть, но у нас с бухгалтерией какие-то проблемы. Я говорю, а какие проблемы? Ну, главный бухгалтер платит все налоги, ничего не экономит. Мы и так пробовали, и так, ну, ничего не получается. Я говорю, а пробовали вы поменять главного бухгалтера? Ну, пробовали, но у нас обеседование явилось женщин таких невероятных размеров, но говорят, самое главное не в этом. Она пришла со счетами. И вот когда мы счеты увидели, мы поняли, что каши с ней не сваришь. Это определило мой путь финансов. Но я понимал, что мне нужно получать дополнительное образование, потому что с техническим образованием очень сложно разбираться в дебите-кредите. И я поступил, я окончил American Institute of Business and Economics, где получил степень MBA. После института я работал в компании Delo & Touche. Компания Delo & Touche входит в четверку крупнейших компаний мира. Занимался российским аудитом, международным аудитом и занимался трансформацией отчетности из российских международных стандартов. После Delo & Touche я работал финансовым директором в компании Вимбельдан, но работал не в головном офисе, а в подразделении, именно на реальном производстве. Также я работал финансовым директором в компании Росдело, в компании Миромед и в компании Атила. Во всех местах, где я работал, я использовал свои знания финансов и свои знания компьютеров для реального улучшения работы предприятия. В настоящий момент я работаю в компьютерном центре специалист, обладаю следующими статусами. Я являюсь Microsoft Certificate Trainer, Microsoft Certificate Professional, имею статусы по Excel, Excel 2000, я являюсь экспертом в Excel и являюсь экспертом в Microsoft Project и в Microsoft Project сервере и читаю 22 различных курса. Часть курсов компьютерных, часть курсов финансовых, часть курсов посвящены управлению проектами. Я читаю следующие курсы. Microsoft Excel уровень 2 расширенные возможности. На этом курсе я рассказываю слушателям про такие функции как VPR, сумма если, мы разбираем условные форматирования, разбираем также сводные таблицы. Уровень 3 является продолжением второго курса. И здесь уже можно рассказать слушателям. Я рассказываю про DVSL, смещ, также мы работаем с функциями массивов. На самом деле на третьем уровне достаточно много интересного возникает, потому что именно на этом уровне можно действительно делать какие-то вещи, которые многие слушатели думают, что можно делать только через Visual Basic. Читая Excel четвертого уровня, макросы на VBA, читая Excel пятого уровня, углубленное программирование на VBA, здесь я обучаю, рассказываю, как можно работать с файловой системой через Visual Basic, как можно, например, считать директорию, как можно обработать все файлы в этой директории. Читая файлы расширенные возможности Excel для финансистов, читая три курса по акцессу первого, второго, третьего уровня, читая следующие финансовые курсы, основа управленческого учета и бюджетирования, анализ финансового состояния предприятия. На курсе организации бюджетного контроля в Microsoft Excel я рассказываю, как связать казначейство с Microsoft Project, потому что это достаточно, даже бухгалтерскую программу с Microsoft Project, это достаточно важное и актуально для компаний, которые работают в этой программе. На курсе подготовка и защита бизнес-плана я рассказываю достаточно много про маркетинг. На курсе управленческий аудит я делюсь моим опытом антикризисного управления. На курсе основы экономики для руководителей, менеджеров и предпринимателей и специалистов я рассказываю про основу микро- и макроэкономики. Читая следующие курсы по Microsoft Project, первый курс это основа работы с Microsoft Project, это маленький курс, который длится всего 16 часов. Честно скажу, за 16 часов очень мало можно успеть рассказать про Microsoft Project. По одной простой причине, что Project это не просто нужно знать, как нажимать на кнопочки, но еще нужно знать методологию управления проектами. А вот за 16 часов вы практически ничего не... ну конечно можно узнать, но реально глубоких знаний получить достаточно сложно. Читая следующий курс управления проектами в Microsoft Project. И вот этот курс 40-часовой и я вам рекомендую те, кто собрался учиться именно на Microsoft Project, обратить внимание именно на этот курс. Почему? Потому что сейчас на рынке очень большой спрос на на руководителей, которые и на специалистов, которые умеют работать в Project. Если раньше просто давали деньги, ну например это миллиарды, на строительство, на выполнение проектов, то сейчас уже деньги дают, но с одним условием. Чтобы вы составили проект в Microsoft Project. Ну и руководителей очень часто хватается за голову, поэтому срочно заказывают у нас я езжу по многим компаниям читать курсы по управлению проектами и ищут на рынке людей, которые владеют и умеют работать в Microsoft Project. Читая курс корпоративная система управления проектами и программами на основе Microsoft Project Server. Читая курс разработка бизнес-плана в программе Project Expert Holding. Мы на семинаре поговорим чуть-чуть также об этой программе. Читая курс управления проектами на основе стандарта NCPMI версия 5. Это методология введения проекта. Вот как раз эта методология и используется для того, чтобы составить правильный проект. Project Management Body of Knowledge. Читая курс операционный производственный менеджмент. Это свод знаний для руководителя производственной компании. И читая два выездных курса. Это организация эффективного контроля финансовая служба предприятия, которые читаются в Вене. И оптимизация ключевых расходов компаний, которые читаются в Амстердаме. Давайте теперь мы приступим к семинару. И на нашем вебинаре мы рассмотрим следующие темы. На семинаре я вам расскажу о различных типах ограничений в проектах. Вы поймете, что такое ограничение. Как с ним поступать. Зачем оно нужно. Как оно возникает. Потому что очень часто, совершенно случайно, возникают многие ограничения именно, можно даже так сказать, случайным образом. То есть поставили дату, возникло какой-то значок. И, соответственно, зачастую на вот эти моменты пользователи Microsoft Project, которые составляют проект, они не обращают внимания. Появляется ограничение. И это является таким фактором, что проект у вас будет именно неживой. Здесь же мы на этом семинаре также рассмотрим, вы увидите на конкретных примерах, когда, в какие ограничения, какой тип ограничений необходимо использовать при составлении проектов. Также я расскажу, как можно создавать проекты, используя различные типы связей и ограничений в нашей программе. Если мы посмотрим, какие мы темы. Во-первых, мы поговорим, чем отличается живой от неживого проекта. И вот эта тема очень важна по одной простой причине. Когда ко мне приходят учиться слушатели на большой проект, то одним из причин, почему они пришли учиться, является именно то, что проекты, которые они составляют в своих компаниях, работают зачастую достаточно долго. То есть они могут работать и два года, и три года. Но реально проекты, которые у них появляются, они являются неживыми. И многие слушатели тоже, вообще это распространено, что основным конкурентом проекта, некоторые говорят, является Примавера, Спайдер Проджект. Но на самом деле, одним из конкурентов, самых главных, это является Excel и лист Вакмана. Где вы взяли, нарисовали проект, с этим проектом вроде бы у вас есть, вы его распечатали, ну и вроде бы можно с этим проектом работать. Но на самом деле это, конечно, большое заблуждение по одной простой причине, потому что проект это живой, скажем так, механизм, потому что какие-то задачи у вас задерживаются, какие-то задачи у вас опережают, что-то вы сделали раньше. И руководителю проекта необходимо получать информацию о том, в каком состоянии проект находится в данный момент. Ну, если вы сделали этот, составили ваш проект на листе Ватмана, либо в Excel, ну, во-первых, на листе Ватмана нужно будет все это перепечатывать, это понятно, а на Excel нужно делать расчеты. И расчеты эти не такие простые, особенно если мы будем говорить, что количество задач в проекте у вас, ну, к примеру, там порядка одной либо двух тысяч. И вот в этом случае возникает действительно сложности, люди понимают, что им нужно изучить Microsoft Project, чтобы составлять именно живые проекты. Ну и когда они видят программу Microsoft Project, то очень часто говорят, что это замечательная программа для рисования диаграмм канта. Но это, конечно, чуть-чуть не так, потому что основа именно проекта и самая главная его составляющая именно в том, что он может и должен пересчитывать проекты. также мы рассмотрим типы связей, какие у нас будут окончание-начало, начало-начало, окончание-окончание, начало-окончание. Вот по поводу всех этих типов связей мы обязательно с вами поговорим, потому что ограничения тоже можно уже ставить, когда у вас расставлены связи в вашем проекте. Также мы с вами разберем типы ограничений, какие есть, мягкие ограничения в проекте есть, типы жесткие и средние. Разберем, для чего они могут использоваться и, соответственно, как их ставить и как понять, что у вас данные ограничения стоят. Ну и посмотрим с точки зрения практики, разберемся практики, как можно связывать задачи в Microsoft Project. Ну и немножечко перед тем, как мы перейдем уже к самой теме, понятно, что разные слушатели у нас сейчас находятся на вебинаре. Кто-то у нас первый раз знаком, смотрит Microsoft Project. Поэтому я немножечко расскажу об отличии программы Microsoft Project с Project экспертом. Я читаю курсы и по одной, и по другой программе. Эти две программы имеют свои собственные особенности. Они могут использоваться и должны использоваться для разных задач, для разных проектов. и нужно понимать особенности, когда нужно применять одну программу, либо применять именно другую. Итак, если мы посмотрим, если мы возьмем Microsoft Project, то Microsoft Project применяется именно для строительства. Для строительства, то есть он применяется именно для проектов. К примеру, мы дальше поговорим, что такое проект. Соответственно, это может быть строительство здания, внедрение какой-то системы, реконструкция дороги. То есть, именно когда у вас есть начало, есть окончание, соответственно, есть та задача, которую вы должны реализовать в процессе данного проекта. Microsoft Project силен, ну, во-первых, я тоже говорю, в чем силен Microsoft Project, он силен в календарном и ресурсном планировании. Поэтому, вот, календарное планирование, что это такое? Нам нужно провести работу. Мне нужно сделать ремонт в жилом доме. И для проведения ремонта, ремонтом мне нужно прострабить стены для того, чтобы проложить электропроводку. Ну, я знаю, что ночью штрабить стены нельзя. Стены можно делать по определенному графику, там, кажется, с 10 часов утра до, точно не знаю, примерно, до 9 часов или до 8 часов вечера, с обязательно перерывом на сон. Ну, чтобы могли поспать маленькие дети. Также это нельзя делать в субботу и воскресенье. И у меня есть ресурс, у меня есть рабочий, который может работать тоже, ну, например, там, понедельник, среда, пятница. И в пятницу он работает только во второй половине дня. Вот если в Excel дать такую задачу, когда наша задача будет выполнена, я знаю, сколько трудозатрат потребуется, то это будет достаточно серьезная задача. Project это реально, это его, как бы, вотчина, и он здесь совершенно спокойно эту задачу решает. То есть он вам покажет, когда эта задача полностью будет выполнена с учетом вот календарного планирования. Второе, что календарное планирование Project важен, когда я, например, могу штабить стены, когда у меня сделана штукатурка, ну и второе, когда у меня есть план розеток, либо план электропроводки, который я буду проводить. Поэтому вот тогда при изменении одной задачи, другая задача также будет у нас двигаться. Также Project силен в ресурсном планировании. Если у меня есть две задачи, у меня есть одна квартира, вторая квартира, и у меня работает один ресурс, Project тоже покажет и скажет, что вот здесь именно и существует перегрузка ресурсов, и, соответственно, это я могу четко увидеть в моей программе. Но в Project очень слабые финансы, поэтому, если кто-то планирует рассчитать бюджет в Project, рассчитать финансовый результат, то в основном в Project практически это невозможно сделать. По одной простой причине, что Microsoft Project, финансы в Microsoft Project, они используются для иллюстрации значения, для иллюстрации примерной стоимости проекта, которая у вас именно будет. нет сквада, нет списания, нет закупок, ну и, естественно, нет банков. Если мы посмотрим в Project Эксперте, то Project Эксперт используется для процессов, к примеру, производства. у вас есть производство, и, соответственно, вы производите какие-то производите какие-то изделия, и в этом случае вам обязательно нужно вот повторяющийся процесс. То есть, вы можете производить столы, вы можете делать какие-то, выпускать изделия, вы можете оказывать услуги. То есть, самое главное, что каждый раз вы делаете практически одно и то же. Вот для этих целей используется Project Эксперт. В Project Эксперте нет календаря, точнее, он есть, но он в такой в урезанном виде, что по сравнению, если сравнивать с Microsoft Project, там есть календарик, но вот если сравнивать вот здесь, то, естественно, это, ну, гораздо, в общем, сильнее. Ну, можно сказать, даже на порядок. Практически нет перегрузки ресурсов, но зато очень хорошие финансы, есть полная бухгалтерская отчетность и налоги, программа позволяет читать, ну, и также моделирует закупки производства, предоплаты. Вы здесь можете сказать, что да, я буду закупать кирпичи для моего, для выполнения моих задач, но эти кирпичи можно покупать только палетой, соответственно, полпалеты вы не сможете купить. Можете также ввести в Project Expert сезонные изменения, которые у вас есть, цены на кирпичи, можно ввести учет в двух валютах, можно также учитывать предоплату, можно посчитать, сколько у вас кирпичей, либо каких-то ваших материалов должно быть на складе. Вот все это можно делать именно в Project Expert. Поэтому, если мы говорить, какую программу выбирать, то здесь получается, что если у нас есть процесс, это операционная деятельность, к примеру, вы выпускаете стулья, повторяющийся циклический характер, выпуск изделий, услуг, высокая степень определенность, рабочий берет стул, ну, заготовочку для стульев, берет там сиденье, берет материал, берет досточки, берет железки, и, соответственно, через какую-то, с помощью определенных, скажем так, станковых механизмов, стул у нас получается. И система управления нацелена на повышение эффективности использования имеющихся ресурсов. если мы сейчас выпускаем там, полторы тысячи стульев в день, нам, мы можем сделать, чтобы, задачу поставить, чтобы мы выпускали две тысячи, вот, для этих целей, очень хорошо подходит Project Expert. проект. Если у вас есть проект, и проект, определение по проекту, если говорить, это, он всегда направлен на достижение конкретных результатов. Дом должен быть построен, ремонт в квартире должен быть сделан, предполагает координированное выполнение взаимосвязанных действий, то есть мы можем проводить, к примеру, ремонт, когда у нас имеется план ремонта, у нас выполнены, ну, конкретно, например, там, если мы монтаж потолка проводим, после того, когда мы уже сделали демонтаж штукатурки, который у нас был. Вот именно в этом случае мы предполагаем координированные действия. Имеет ограниченная протяженность по времени, с определенным началом, деленным концом. То есть, ремонт мы начинаем тогда, когда будет обязательно старт ремонта. И одной из распространенных ошибок является то, что в Microsoft Project зачастую отсутствует старт проекта. И проект, который многим проектам приходилось видеть, это неправильный проект. Просто нагромождение задач, которые просто представлены. Ну и, кстати, эти задачи, возвращаясь к теме нашего семинара, практически все имеют ограничения. И второе, поэтому, если ремонт мы знаем, когда начинаем, обязательно ремонт мы знаем, когда мы можем закончить. Как говорят, закончить ремонт нельзя, его можно только прекратить. можно одни доделочки, вторые, но потом вы говорите, все, мы уже закончили ремонт, и, соответственно, если вы кому-то делаете ремонт, уже в этом случае доделки это будет другой проект. И в конце получается уникальный продукт. Почему это важно? что если у вас есть ремонт, вы сделали в одной квартире, и даже если вы будете делать точно такой же ремонт в другой квартире, будут, конечно, сложности. По одной простой причине, что у вас будут изменения в проекте. Вот это живые изменения, они как раз очень важны. Потому что, если вы делали, например, ремонт правильно, ну, например, в другой квартире начали делать там, стены по-другому стали немножечко кривые. В связи с этим у вас сдвинулась работа, ну, к примеру, там, по, скажем так, по штукатурке стен. Эта задача повлияла на другие задачи, и в этом случае действительно весь ход выполнения проекта пойдет немножечко по-другому. ну, еще хотел сказать несколько слов, когда стоит применять Microsoft Project. Ну, слушатели приходят на занятия, ко мне на курсы, когда я у них спрашиваю, у вас есть проекты? Они говорят, да, у нас проекты есть, но сколько задач в ваших проектах? Ну, говорят, у нас, к примеру, пять задач. Но пять задач человек, любой человек по мнению психологов может запомнить в уме. Ну, психологи говорят, семь задач. Что это означает? Что если у вас есть семь работ, вы их можете удержать в голове и планировать, что, зачем делать. Но представьте, что у вас не семь задач, а будет больше сто задач. Будет двести, либо, например, в некоторых проектах, которые мне приходилось видеть, это семь тысяч задач, которых нужно сделать. вы не можете к этим задачам приступать в настоящий момент. По одной простой причине, что какая-то одна задачка, ну, если мы будем говорить, то есть у вас есть, соответственно, одна задачка, вторая задачка, третья задачка, четвертая задачка, какая-то пятая задачка. И, к примеру, эту задачку вы можете делать после того, когда завершится вот это, и вот это. И представьте, вот я показал пять задач, если у вас будет такое нагромождение, где будет порядка двух, там, даже две тысячи, это точно много будет, две тысячи задач, точно можно запутаться, какую вы можете запускать, выполнять в первую очередь. Второе, с чем сталкивается выполнение, при выполнении проекта, и почему люди понимают, что проект нужен, это то, что, к примеру, я понимаю, что я сейчас с начала проекта могу выполнять, к примеру, вот эту задачку, либо вот эту задачку, либо, к примеру, вот эту задачку, ну, либо вот эту задачку. Ну, тут связи у меня не расставлены. Но у меня есть ресурсы, у меня есть рабочий, который может работать или здесь, или здесь, или здесь, или здесь, или здесь. И вот что нужно выполнять в первую очередь? Ну, мы будем предполагать, что какие-то связи у нас идут дальше, эти задачки у нас связаны, ну и в конце у нас там завершается наш проект. Поэтому, когда вот такая схемка, вы, конечно, можете просчитать. Но когда у вас будет 2000 задач, то обычно составляется расчет такой схемы, это будет очень сложная задача. Project с этим справляется очень просто, он берет и сразу вам показывает критический путь. Ну, если приводить конкретный пример, я читал лекции по Project в одной компании, которая занималась обработкой деталей, ну это машиностроение. И когда мы составили проект, то выяснилось, ну, типично, в проекты не укладываются по срокам. Почему не укладываются по срокам? Потому что, когда рассчитали, выяснилось, что практически заказывать какие-то детали нужно даже до подписания контракта. То есть, по времени, когда определили, сколько времени нужно здесь, сколько времени нужно здесь, сколько времени нужно здесь. Ну, к примеру, это один месяц, ну, либо задачка выполняется здесь у нас один месяц и здесь один месяц. Ну, если проект два месяца длится, то понятно, мы точно попадаем на сроки. И вот моделирование вот такой схемы, это самая главная задача, впрочем, моделирование этой схемы во времени, но это действительно еще более главная задача, потому что какая-то задачка у нас может задержаться и проект у нас будет изменяться. И вот в этом случае наш проект будет либо живой, либо неживой. Ну, и давайте теперь мы посмотрим, как можно создавать проекты. Я сейчас открываю Microsoft Project, ну, открываю Microsoft Project, сейчас он открывается, создаю новый проект. 13-й проект, если мы сейчас посмотрим, здесь у нас он не сильно отличается от 10-го проекта. Если мы будем говорить в локальной версии, вот я вам даже показал, сверху у нас есть меню 13-го проекта, снизу у нас есть меню 10-го проекта, то есть вы можете заметить, что кнопочки, вот я перейду на ленту задачу, кнопочки практически совпадают, конечно, какие-то блоки появились. Здесь в 13-м проекте изменился блок отчетов, но разницы такой, как бы, в общем, существенной именно нет. И нам нужно ввести список задач, которые у нас будет в нашем случае. Поэтому я возьму, ну, заранее подготовил список задач. Я его, давайте я введу, что у нас есть начало. Мы будем с вами создавать, заниматься ремонтом. Поэтому я вначале, если брать по методологии, уберу вот временную шкалу, переведу задачи в автоматический режим планирования. И вобью в следующую задачу, что у нас есть. Первая задача – это замена окон. Еще она стоит, данная задачка. Поменяю тут время, чтобы красивое такое было, точнее график. Замена окон у нас стоит заказ и оплата окон. И понижу уровень данной задачки. Верхняя задачка у меня стала сейчас суммарной задачкой. А нижняя задачка у меня стала обыкновенной задачкой. Сейчас еще немножечко настрою программку. Поставлю, чтобы мы показывали часы и минуты в данной программке. Здесь никто до этого не работал. Сейчас только формат поменяю. Вот такой формат гораздо более лучше нравится. Заказ и оплата окон. Далее у нас идет установка окон. Отделка откосов. Следующая задачка – замена дверей. Я повышаю уровень моей задачки. Заказ и оплата дверей. Ну, простенький проект делаем. Понижаю теперь уровень. Вот так, чтобы было видно. Далее установка дверей. Замена, значит, установка дверей. Далее мне нужно сделать удаление старых обоев с выравниванием стен. Эта задачка будет у меня, соответственно, повышая уровень ее. Далее задачка будет наклейка новых обоев. Кстати, сразу поставлю, что наш проект будет зайдут в сведения о проекте. И в сведения о проекте нужно выбрать тип планирования проекта. Проект может планироваться либо от даты начала, либо от даты окончания. Я сделаю проект планирования от даты начала проекта. Далее у меня наклейка делается потолки. Это замер потолков. Понижение уровня идет. Монтаж потолков. Ремонт полов. Давайте пола напишу. Ремонт пола. Повышая уровень. У нас будет монтаж электропроводки. Проверка и понижай уровень. Проверка электропроводки. Ну и далее уже отделка полов. Отделка. Когда мы полностью все это делаем. Оборудование. Ну давайте кухня напишем. Заказ кухонного оборудования. Пухню повышаем. На выше. Повышаем. Заказ кухонного оборудования. Далее у нас монтаж. Идет оборудование. И проект будем завершен. Что после этого зачастую делается? Во-первых, нужно обязательно добавить вехи. И я добавлю вехи. Это начало проекта. Веха у меня будет 0 дней. И добавлю веха окончания проекта. Окончание проекта тоже будет 0 дней. И соответственно повыше уровень. Также добавлю промежуточные вехи. Делаю вкладочку инсет кнопочкой. Замена окон завершена. Соответственно 0 дней. Замена вот здесь инсет делаю. Замена дверей завершена. Тоже у меня 0 дней. Потолки. Инсет кнопочка. Замена. Значит ремонт полов завершен. А потолки у нас. Ремонт потолков завершен. С полом тоже вставлю. Вставлю именно веху. Ремонт. Ремонт. Полов завершен. Кухня сделана. Кухня сделана. Кухня сделана. Здесь обязательно тоже вставлю вехи. Соответственно у меня я вижу, что в этом случае я сейчас поступаю практически так же, как поступает руководитель проекта. Ну может не совсем, ну сейчас вот в принципе правильно. Очень после этого расставляются, могут быть расставлены длительности проекта, длительности задач. Ну я смотрю, что здесь два дня, здесь будет, например, два, здесь будет, сейчас вот так, два дня, здесь у меня будет, например, три дня. Прикидываем. Удаление старых обоев пусть будет четыре дня. Замер потолков, ну там два дня, монтаж за два дня мы сделаем. Ремонт проводки мы ставим восемь дней, пять дней, вот тут, к примеру, шесть дней можно поставить. Ну и, к примеру, заказ будет пять и поставить, в общем, три. Вроде бы сейчас сделали все именно правильно, но после этого возникает следующая ситуация, что когда руководитель смотрит и говорит, да, я вообще-то планирую, что моя задачка будет начинаться не, скажем так, ну давайте так, проект, сведения о проекте, будет начинаться не 30 ноября, а, к примеру, я, ну давайте там, установка окон, и я ставлю девятого ноября, вот я думаю, ну десятого. И вот как только я ставлю, значит, смотрите, я могу, выдается иногда такое сообщение, конечно, может проект вас спросить, что нужно ли вот ставить связь, либо нет, но если я говорю переместить, то в этом случае у меня вот здесь, если вы обратите внимание, появляется именно значок ограничений. И когда, если вы начнете расставлять вот эти вот значения, ну да, вот, например, отделка откосов у вас будет, ну, к примеру, одиннадцатого, я, например, там пятнадцатого буду делать. Вот очень часто вот таких ограничений, ну, к примеру, я могу, значит, сейчас я покажу это, значит, я, например, могу расставить много таких именно задач, много таких, в общем, связей до начала проекта. Вот так вот расставляется не связи, а именно ограничений. Вот таких ограничений становится очень много. И к чему они могут привести, что если у меня, к примеру, начало проекта передвинется, вот я передвигаю даже мышкой, обратите внимание, что ничего у меня сейчас именно не возникает. То есть при изменении начала проекта у меня реально не происходит изменения вот этих задач. Но если моя какая-то задачка вот эта будет не восемь дней, а пятнадцать дней, то тоже у меня получается, что эта задачка заканчивается вот здесь, а эта задачка, ну, например, установка окон у меня будет находиться раньше, чем я закажу и выполню, например, там и оплачу окна. Поэтому вот здесь это реально не Project, это реально получается Excel. И вот наличие вот этих ограничений, которые у нас возникают, они не позволяют реально планировать и управлять вашим проектом. Как часто, какие задачки я проекты вижу? Что когда вот вы расставили, и многие слушатели тоже расставляют, потом они берут эту колоночку, удаляют и говорят, ну, на самом деле в Project колоночка не удаляется, скрывается, а приходят мне с проектом и говорят, вы знаете, вот у меня проект есть, но почему-то он не живой. При увеличении, например, длительности у меня ничего именно не возникает. Поэтому в этом случае, когда такое происходит, я всегда вставляю колоночку индикаторов, ну, и где мне показываются те ограничения, которые реально у нас стоят. Поэтому если мы будем смотреть с точки зрения управления сроками, что вот начало и окончание, это будет реально ограничение для задач. Проекты, которые у вас будут составлены именно вот таким вот образом, они у вас будут неживыми. И определение живого проекта, то, что проект при изменении начала проекта, при изменении длительности он у вас будет перемещаться. Второе, что часто происходит, это то, что режим задачи меняет из автоматического планирования в ручную. Ну, и когда вы делаете ручной режим планирования, я могу тоже поменять ручной режим планирования. Поэтому в этом случае это тоже реально у вас ограничений нет, мы можем видеть. Но эти задачки будут именно как в Excel. То есть реально вот данными задачками вы, они тоже не будут перемещаться. Ну, и для того, значит, как нужно поступать в этом случае. Ну, во-первых, я уберу сейчас эти задачки, изменю, переведу на автоматический режим планирования. Поэтому для того, чтобы управлять сроками, нужно первоначально расставить связи. И связи в проекте есть именно такие. Первая связь – это начало-начало. Зависимая задача не может начаться, пока не завершить задачу А, от которой она зависит. Связь именно обозначается ОН, вот именно такими буковками. Вторая связь, которая может быть, это зависит, связь начала. Первое было у нас, значит, извиняюсь, окончание начала. Ну, к примеру, данных, пример данных тип связи, если мы будем говорить, сейчас посадим, секундочку, пример данных тип связи, это мы сделали фундамент, построили, начали приступить к строительству стен. Построили стены, начали приступить к строительству крыши. Следующий тип связи – это начало-начало. Связываются обязательно зависимые задачи. К примеру, если я говорю демонтаж старых обоев и наклейка новых обоев. Вот эти две задачи, они связаны между собой, потому что я не могу наклеивать новые обои, пока у меня не будут демонтированы именно старые обои. Следующая связь – окончание-окончание. В этом случае у меня зависимая задача не может завершиться, пока она завершится, задача А, от которой она зависит. Ну, и зависимая задача может завершиться в любой момент после того, когда завершится задача, от которой она зависит. Ну, если из таких примеров приводить, у нас есть первая задача А – это прокладка кабеля, задача Б – это проверка кабеля. Я не могу завершить проверку кабеля до того момента, пока я не закончу данный кабель прокладывать. Ну, и третья связь, точнее, четвертая связь – это такая экзотика, которая очень редко встречается. Зависимая задача не может завершиться, пока не начнет задача, от которой она зависит. Задача А, к примеру, это продажа Microsoft Project 2016. Задача Б – это поддержка Project 2013. Поэтому, как только мы начнем продавать Project 2016, мы прекратим, но именно, подчеркну, не обязательно в тот же момент, но мы можем прекратить продажу, например, там через год, либо через два, но, по крайней мере, вот это окончание, она будет связана именно с началом. То есть, что это означает? Что если эта задача у нас переместится вот сюда, вот здесь она будет находиться, к примеру, не вышла очередная модель, то мы понимаем, что в этом случае тогда у нас вот эта поддержка будет еще продолжаться какое-то время. То есть, изменение этой задачки сюда, оно приведет тоже к увеличению окончания задачки, которая у нас именно будет. Ну и для этого мы можем сейчас расставить связи между нашим проектом. Для этого я для начала уберу ограничения, которые у нас были. И вот сейчас потом мы про ограничения еще раз поговорим. Значит, давайте сейчас мы посмотрим. Значит, сейчас я сделаю. Уберу ограничения. А потом мы еще вернемся к этому. Поэтому я сейчас буду расставлять связи. Начало проекта меня влияет на заказы и оплату окон. Начало проекта поставил курсор. После этого нажимаю клавишу Ctrl. Выбираю заказ и оплата окон. Перехожу к задаче планирования связи. И у меня вот здесь связь образовалась. Далее я говорю заказ и оплата окон. У меня будет идти на установка окон. Задача планирования связи. Либо Ctrl F2. И у меня задачка вторая передвинулась. После этого у меня идут установка окон. Отделка откосов. Замена окон. Именно завершена. Делаю Ctrl F2. И у меня вот эти задачки связались. Далее у меня идет заказ и оплата дверей. Начало проекта. Ctrl заказ и оплата дверей. Ctrl F2. Связь у меня идет. Ну и здесь я тоже могу сделать заказ и оплата дверей. Установка дверей. Замена дверей завершена. Выделил задачки. Нажал Ctrl F2. Задачки у меня именно связались. Удаление старых обоев. Ну я думаю можно после окон завершить. Замена окон завершена. Ctrl удаление старых обоев. Я сейчас примерно так расставляю. Может с точки зрения проведения ремонта неправильно. Но нам как бы сейчас не настолько в общем важно. И наклейка обоев завершена. Ctrl F2. Замер потолков. Ну я думаю замер потолков после обоев. Удаление обоев замер потолков. Ctrl держу. Монтаж потолков. Ремонт потолков завершен. Выделил раз, два, три, четыре. Задача планирования связи. И у меня задачки связались. Сейчас я вот здесь покажу. Вот они у меня. Я вижу, что они начались у меня связываться. Монтаж электропроводки. Ну можно например начинать после. Так и здесь я вижу связь. Эту связь я удалю. А вот связь поставлю. Наклейка новых обоев. Замер потолков. Ctrl. Квехи привяжусь. Далее. Монтаж электропроводки. Монтаж электропроводки. Можно привязать, к примеру, давайте, замер потолков. Ctrl. Монтаж. Замер потолков. Ctrl. Монтаж электропроводки. Ctrl. F2. К примеру, такая связь. Далее идет проверка электропроводки. Далее у меня идет. И что можно? Отделка полов. Ремонт полов завершен. Ctrl. F2 есть. Я сделаю. Вот вроде у меня тоже связи есть. Кухонное оборудование. Ну можно наверное заказывать после. Ремонт полов завершен. Ремонт полов завершен. Ctrl. Заказ кухонного оборудования. Монтаж кухни. Кухня сделана. Окончание проектов. Задача планирования связь. Проекты я сейчас связи расставил. Но тут еще связи не до конца у меня расставлены. Правильно. Сделаю вид. Масштаб. Изменить масштаб для всего проекта. Я вижу, что какие-то задачки у меня вот такие. Они ни на что не влияют. То есть у меня замена дверей завершена. Ни на что не влияет. Вот это значение у меня ни на что не влияет. Поэтому вот эти вот вихи мне нужно обязательно подвязать. Потому что если не подвязать. Может получиться следующее. Что если я сделаю 20 дней. К примеру. О нет. Не 20. Давайте. 50 дней. 70 дней. Чтобы точно. То есть у меня получится так. Если длительность у меня будет возникать. Эта задачка у меня улетит вот сюда. А срок окончания моего проекта будет именно вот здесь. Поэтому явно этот хвостик. Для чего мне двери нужны. Явно нужно показать. Для чего двери нужны. Вот какую-то связь. Какой-то задачки. Обязательно нужно подставить. Поэтому я здесь верну. Как у нас было. Три дня. Ну и попытаемся связать. Ну к примеру. Замена дверей завершена. Можно, ну к примеру, сказать, что эта задачка также будет удаление старых обоев. Вот здесь она будет влиять. Задача планирования связи. Вот хвостик я подвязал. Ремонт потолков завершен. Ну наверное можно привязать к окончанию даже проекта. Ремонт полов потолков завершен. Окончание проекта в контрол и в два. И вот теперь у меня вот таких сложностей уже не возникнет. Что если я поставлю здесь 70 дней. То вы сразу можете заметить, что реально сразу вот эти значения. Они у меня именно передвигаются. Итак, теперь я вернусь опять, что у нас был именно вернусь три дня. И теперь давайте... А, ну во-первых посмотрим отличия живого проекта от неживого проекта. Что если у меня... Делаю вот так, чтобы было видно, как у нас идет проект. И сделаю, значит, вид масштаб по дням, чтобы было заметно. И чуть-чуть поменьше масштаб сделаю, чтобы вам замечательно было видно. Во-первых, изменение начала проекта влечет сразу изменение всего остального. То есть если я переношу вот как бы вверху, ну может это неправильно мышки переносить. Но я показываю именно для вашей как бы иллюстрации. То я вижу, что изменение проекта, сделал сейчас отмена, она действительно изменяет мой проект. Если у меня какая-то задачка начнет возрастать. Например, у меня начинает вот установка заказ, установка дверей очень сложности. Я... у меня будет там, например, 20 дней. И видно, сразу я вижу, что у меня задачки, какие были раньше, они у меня начинаются сдвигаться. Что-то у меня сдвигается проще. Что-то, ну видно, например, вот если будет на 10 дней сдвигаться, до 10 дней, это не повлияет на остальные задачки. Проще, кстати, вот таким темно-синим цветом подсвечивает те задачи, которые изменились. Поэтому как только я увеличил установку дверей, у меня замена дверей, она автоматически изменилась. Но остальные задачки не сдвинулись. Если же у меня будет 20 дней, то видно, что остальные задачки у меня тоже начали сдвигаться. Поэтому видно, что проект живой. Поэтому если у меня какие-то значения начинают увеличиваться, я в этом случае сразу могу видеть и контролировать, в какой день и в какие значения у меня будут проходить, выполняться данная работа. Поэтому реально сейчас мы с вами поставили, проект у нас действительно получается живой. Ну и теперь давайте мы поговорим о ограничениях, какие могут быть в Microsoft Project. В Microsoft Project могут быть следующие типы ограничений. Первое ограничение это мягкие. Мягкие ограничения, они не обозначаются. Во-первых, нет значка в колонке индикаторов. Показываю колонку индикаторов. Вот у нас есть колонка индикаторов. У нас нет никаких здесь значков. И поэтому я вижу, что да, вполне, ну не бывает в Project задач без ограничений. Поэтому мягкие ограничения это схарактеризуется отсутствием значка. Нет даты ограничения и обозначает стремление. Я обычно мягкие ограничения показываю вот таким образом, что, к примеру, у вас имеется поднос. Давайте вот такой синенький его сделаем. На данном подносике у вас расположены шарики. И вот эти шарики лежат вот здесь где-то. Есть могут какие-то шарики быть. Вот такие. Они без разницы. Если мы данный поднос, к примеру, я его наклоню, то что у меня в этом случае получится? У меня вот эти все шарики начнут сдвигаться именно в этом направлении. Поэтому все шарики будут именно здесь. И вот это как раз и есть мягкое ограничение. Что у нас действительно либо в одну сторону, либо, ну если я вот так нарисую, это будет действительно в другую сторону. Поэтому ограничения, они у нас бывают либо как можно раньше, либо как можно позже. Потом по поводу еще ограничений конкретно поговорим. Средние ограничения характеризуются синим значком в колонке индикаторов. Обязательно присутствует дата и могут привести к затягиванию сроков выполнения проектов. Ну и жесткие ограничения. Они характеризуются красным значком. Есть дата ограничений. И данные ограничения могут привести к конфликту планирования. Давайте разберем эти ограничения более подробно. Ну, во-первых, начнем с мягких ограничений. И, как я говорил, всегда зависит тип ограничений по умолчанию от типа планирования проекта. Если я зайду на проект и зайду на сведения о проекте, то у меня есть тип планирования. Этот показатель нужно выбирать в самом начале. И если у меня проект планируется от даты начала проекта, то все задачи у меня начинаются как можно раньше. Если у меня проект будет планироваться от даты окончания проекта, то все задачи у меня начинаются именно как можно позже. Ну и если мы теперь, ну, во-первых, где можно посмотреть наши типы ограничений. Если по любой задачке я сделаю двойной щелчок, ну, вот, к примеру, заказ и оплата дверей, то у меня на вкладке дополнительно есть тип ограничений и есть дата ограничений. Вот здесь расставлен именно тип и расставлена дата ограничений. Если мы откроем тип ограничений, мы увидим, что существует 8 различных ограничений в Microsoft Project. Это как можно раньше, как можно позже, начало не позднее, начало не ранее, окончание не позднее, окончание не ранее, фиксированное начало и фиксированное окончание. Ну и если мы теперь посмотрим на слайдах, с точки зрения мягких ограничений, я на слайде показал, как я говорю, ограничения зависят от даты, от типа планирования проекта. У нас есть один вариант с типом планирования от даты начала, второй вариант планирования проекта от даты окончания. Поэтому с точки зрения мягких ограничений, мягкие ограничения являются следующие. Первое ограничение это как можно раньше и как можно позже. Зеленым я выделил именно те ограничения, которые установлены по умолчанию. Ну если можно так сказать, что как можно раньше проект, соответственно у нас подносик находится вот таким вот образом, и все задачки сдвигаются именно в этом направлении. Если у нас тип планирования проекта от даты окончания проекта, поэтому у нас ограничение установлено как можно позже, и все задачи по умолчанию будут планироваться как можно позже, ну от даты окончания проекта. Поэтому задачки будут вот здесь сдвигаться, а здесь задачки у нас будут находиться именно в самом начале. Ну и если мы посмотрим на ограничения, мы можем увидеть, что у нас есть, к примеру, у нас есть задачка заказ и оплата дверей. Я хочу эту задачку выполнить не как можно раньше, а выполнить как можно позже. Я могу зайти двойным щелчком на эту задачку, и я вижу, что тип ограничения, который установлен здесь, у меня будет как можно раньше, открываю и устанавливаю как можно позже. Нажимаю ОК, ну и вот обратите внимание, сейчас задачка переместиться, вот, станет выполняться позже. Нажимаю ОК, задачка переместилась. Здесь я вижу, что у меня изменились дата начала и дата окончания выполнения этих задач. То есть покажу, что было так, стало так. Было так, стало так. С чем это может быть связано и почему вот данное ограничение может быть устанавливаться? Ну, к примеру, у нас находится именно здесь. Я вижу, что критическими задачами у меня является заказ оплата окон, установка окон. Поэтому ресурсы необходимо бросить на те задачки, которые влияют на ход окончания проекта. Поэтому, когда руководитель проекта, точнее ресурс с этой задачки, ну вот ресурс у меня выполняет и задачу вот эту, и задачу вот эту. Если мы посмотрим, конечно, выполнять вот эту задачу, это более важное задание. Поэтому руководитель скажет, вы обязательно должны приступить в первую очередь к заказ оплата окон. Но ресурс скажет, ну а зачем, у меня же еще есть заказ и оплата дверей, когда ее выполнять. Вот руководитель ему говорит, заказ и оплата дверей, слушайте, попозже делайте. И вот как раз вот когда он говорит попозже, это означает расстановка ограничений. Я действительно захожу сюда и говорю, не как можно раньше, а у меня будет как можно позже. В этом случае задачка у меня сместилась, и я вижу, что вот это ограничение у меня действительно работает. Если мы посмотрим дальше, следующие типы ограничений, которые есть, это жесткие ограничения. Жесткие ограничения, вернусь, как я вам показывал, они обозначаются, на слайде было, красным значком в колонке индикаторов и могут привести к конфликту планирования. Ну и вот особенность с точки зрения ограничений, с ограничениями как можно раньше, как можно позже фиксированное начало, фиксированное окончание, это достаточно, ну однозначно они идентифицируются с точки зрения мягкие, средние, либо жесткие. Но вот с оставшимися четырьмя ограничениями, тип ограничений зависит от даты начала проекта. Поэтому если у нас ограничение в тип проекта от даты начала проекта, ограничение начала не позднее будет жестким. Ну и также можно сказать, что ограничение начала не ранее, это среднее для проектов с типом планирования от даты начала, но жесткое для проектов с типом планирования от даты окончания. Ну и окончание не позднее и окончание не ранее тоже имеет точно такую же особенность, что вот очень многие, кстати, путаются вот именно с этими ограничениями, потому что явно, что тут зависит именно от даты начала проекта, и на это нужно обратить именно внимание. Ну и давайте поставим какое-нибудь жесткое ограничение. Ну, немножечко еще скажу, почему такая очень разница. К примеру, у меня есть, скажем так, временная шкала, и я знаю, что время у меня идет в этом направлении, и я говорю, что да, данную задачку я должен выполнить, но не позднее, начать не позднее какого-то, какой-то даты. Вот в этом случае будет дата ограничений. Я задачку могу выполнить вот здесь. Могу задачку начать выполнять вот здесь. Могу начать выполнять вот здесь. Но предположим, что у меня есть задачка, есть предыдущая, скажем так, какая-то задачка, с которой связаны. И вот когда у меня вот такая связь, понятно, что я могу приступить к выполнению вот этой задачки. Но представьте, что, ну, как, к примеру, мне нужно посадить картошку. Но посадить картошку я не могу позже, ну, к примеру, там, мая, либо июня, потому что если я покажу, посажу ее в июле, ну, точно она уже не вырастет. Поэтому вот это типичный пример, когда у меня задачка будет иметь ограничения. Поэтому вот в этом случае явно, что при перемещении вот этой задачки сюда у нас есть ограничение, и она перемещаться именно не будет. С другой стороны, если мы будем смотреть именно среднее ограничение, то в этом случае у нас будет немножко другая ситуация. Мы будем говорить, что надо начинать не ранее какого-то значения. Поэтому если здесь у меня, как бы, будет какая-то задачка, и я что-то не успеваю, всегда эту задачку я могу, я могу именно перемещать ее дальше. То есть в конфликтопланировании именно не будет возникать. Ну, давайте посмотрим на примере. Ну, и тоже еще особенность. Конечно, можно вот так вот щелкать, искать тип ограничений, искать дату ограничений. Но гораздо проще взять тип ограничений, взять дату ограничений и вставить эти колонки в нашу табличку, чтобы мы могли сразу видеть, как у нас все происходит. Итак, я добавляю сюда две колонки правой кнопочкой, вставить столбец, пишу тип ограничения и вставляю вторую задачку дата ограничений. Ну, и мы сразу можем увидеть, что по умолчанию у нас все задачки начинаются как можно раньше, за исключением вот той задачи, которую мы с вами изменили. Ну, тоже здесь можно тип ограничений менять. Ну, и давайте попробуем, поэкспериментируем с изменением, значит, с разными типами ограничений. Предположим, у меня есть установка окон. Я хочу сделать, установить жесткое ограничение, ну, давайте, начало не позднее. Когда я выбираю здесь начало, не позднее, обратите внимание, дата ограничений у меня не стоит. И по умолчанию установится та дата, которая начало данной задачки. Вот у меня есть начало данной задачки, эта дата установится, поэтому я ставлю начало не позднее. Тут возникает такое окошечко, project видит, что вы ставите жесткое ограничение, которое может вызвать конфликт планирования, поэтому он вам предлагает. Либо ограничение установлено не будет, либо продолжит, но избежать конфликта планирования за счет установки ограничений начало не ранее. Ну, и продолжить будет установлено ограничение начало не позднее. Ставлю ограничение. У меня сразу прописалась дата и появился вот здесь красный значок в колонке индикаторов. И это показывает, что у меня стоит сейчас ограничение на данной задачке. Давайте посмотрим, как будет вести наш проект. Что если у меня заказ и оплата окошек будет 5 дней, у меня все сдвигается, я вижу, действительно все происходит. Если у меня будет 10 дней, тоже сдвигается. Но если у меня будет, к примеру, 16 дней, вот обратите внимание, никакого сообщения даже не возникло. Но что у меня получается? Я вижу, что заказ и оплата окошек завершается именно в этот момент. Вот он. А установка окошек происходит именно в этот момент. И вот так именно выглядит конфликт планирования. Вот здесь я показываю. Вот он, такая вот зигзагообразная такая черточка. Поэтому, если у вас будет установлено много задач, не так как у нас имеется ограничение, вы даже сможете не заметить, что у вас возникает конфликт планирования. 21 числа я окна оплатил и я должен их заказать. Я рассчитываю, что мой проект в проджеке автоматически посчитает установку окон, вот эти задачки. А после этого мы перейдем к следующей задаче, именно отделка откосов. Но из-за того, что у меня стоит ограничение, эта задачка не может, вот начало данной задачки, она не может у нас перемещаться именно за вот эту, за вот эту черту. И поэтому невозможно, проджек не дает ее переместить. Поэтому, если я сейчас уберу ограничение и скажу, что у меня ограничение будет как можно раньше, вот эта задачка, как пружинка сейчас распрямится, перейдет сюда, эта задачка перейдет сюда. Но я вижу так, что весь мой проект тоже изменится датой. Устанавливаю начало не позднее, оставлю по умолчанию как можно раньше. Ну и я вижу, что было так, стало так. Было так, стало так. Ну и с точки зрения изменений я вижу, что даты окончания, вот эти даты все поменялись. Я вижу, что проект полностью у меня пересчитался. Вернусь, заказ и оплата окон. Давайте у меня будет, ну к примеру, там 7 дней. Вот так вот. И теперь мы поставим ограничение нет. Ну давайте так, не 7 дней, а 10 дней сделаем. И пусть у меня будет среднее ограничение. Ставлю начало не ранее. В этом случае у меня возникает синий значок в колонке индикаторов. И вот здесь, если вы посмотрите, обычно такое указано, что для задачи установлено ограничение. Начало не ранее с датой. Ну, кстати, дату можно поменять. Если вы хотите, можно зайти и конкретно сказать, что да, я хочу не 14-го, к примеру, там 16-го числа. Это тоже можно сделать, проект вам пересчитает. Но к чему это приведет? Пусть у меня бухгалтерия и заказчик приехал очень активно. Сделали оплату окон, сделали заказ. И, к примеру, у меня будет не 10 дней, а за 3 дня всю процедуру я сделаю. Обратите внимание, что происходит. То есть, что у меня в моем проекте получается именно простой. И никакие задачки именно вот здесь именно не выполняются. Поэтому, если возвращаясь именно вот к описанию типов ограничения, что мягкие ограничения, нет значка, нет даты, это стремление. И по умолчанию должны быть у вас установлены мягкие ограничения. Средние. Есть синий значок, но приводит к затягиванию сроков выполнения проектов. И жесткий, это красный значок, есть дата и могут привести к конфликту планирования. Поэтому, в этом случае, если у вас где-то установленное значение, у вас тоже проект получается неживой. Я вижу, что если, как бы, вот у меня ограничение вот здесь стоит. Я не могу дальше сдвигать. Поэтому, эта задачка тоже не сдвигается. Вот так сдвигаться ей запрещено. Поэтому, у меня именно вот здесь возникает вот такой простой. При изменении, если я делаю типа ограничений, так можно раньше, вы можете заметить, что тут же задачки у меня сдвинулись. Ну и срок окончания моего проекта, вот конкретно покажу, чтобы было заметно здесь при изменении данной задачки. Вот, я начало не ранее меняю, как можно раньше. Мы видим, что было так, стало так. То есть, проект начинает действительно сдвигаться. Поэтому, если у нас вы составляете проект, ограничения нужно расставлять осознанно. Что это означает? Что если действительно мы знаем, что у нас есть какой-то подрядчик, и этот подрядчик, ну просто физически не может, ну, к примеру, там, зимой нельзя заливать бетон. Сейчас, правда, и зимой заливает бетон. Поэтому, ну, к примеру, сажать деревья. Сажать деревья мы должны осенью. Поэтому вы говорите, что устанавливаете конкретные ограничения. И вот с этими ограничениями действительно ваш проект будет автоматически это все учитывать. Что если вы действительно затянули с подготовкой посадки картошки, вы в своем проекте Microsoft Project увидите ограничения. Задача не будет смещаться. Но еще что важно, что данные ограничения, даты ограничений, типы ограничений, они влияют на расчет критического пути. Поэтому Project, если вы действительно не успеваете посадить картошку, он будет показывать, что у вас есть критические задачи, что действительно вам надо двигать, чтобы быстрее. И вот наличие правильно расставленных ограничений, оно приводит к тому, что вы можете правильно управлять вашим проектом. Поэтому напишите, пожалуйста, какие вопросы я на эти вопросы отвечу. Уважаемые слушатели, если вопросов нет, тогда большое спасибо. Очень приятно. Я зачитаю, все понятно. Спасибо большое за очень информативный и полезный вебинар. Успехов вам в вашей деятельности. До свидания. Приглашаю вас на курсы Microsoft Project, потому что Project действительно невозможно за один час рассказать про такую емкую программу. Большое спасибо. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok